Здравствуйте! На НТС, как всегда, по воскресеньям, итоги недели. В студии Мирдзян Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Пятый президент Кыргызстана подвел итоги своего первого года президентства. В течение трех с половиной часов Сорум Байджиенбеков ответил на полсотни вопросов. Вы обвиняете Матраимова, что он построил дома, хоромы. Так хочу отметить, что сделал он это не во время моего президентства, а ранее. Но по домам и богатству мы будем проверять. Мы поднимали вопрос о золоте. В результате этого скандала мы уволили премьер-министра Турсунбека Чингышева. Доходило до того, что мы не утверждали министров, которых предлагал президент. Парламенту Кыргызстана 80 лет. Каким был раньше и каким стал сегодня Джогур Кукинеш? Кто должен заседать в парламенте? Яркие политики или же немногословные эксперты-юристы? Когда речь идет о больших делах, мы иногда отходим в сторону. И это не делает нам чести. Создается впечатление, что парламент склонился перед кем-то. Но силовые структуры мы не трогаем. Многие депутаты осторожничают, боятся. Вчера президент Сорумба Диенбеков встретился с участниками Народной апрельской революции 2010 года. Членами семей погибших, пострадавших и представителями общественных объединений. Глава государства отметил, что перед завершением года решил встретиться с участниками Народной апрельской революции, выслушать их мнение и поздравить с наступающим Новым годом. Так как 5 апреля 2018 года по итогам встречи с сегодняшними участниками было принято решение проводить подобные встречи каждые полгода. Уходящий год в нашей стране был мирным и стабильным. Пусть наступающий год также будет одним из лучших для Кыргызстана и народа. Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего, сказал президент Сорумба Диенбеков. Участники встречи обсудили насущные проблемы и актуальные вопросы социально-экономического развития страны, борьбы с коррупцией, озвучили мнения относительно социальных вопросов, касающихся участников апрельской революции. Глава государства поделился своим мнением по проблемам, поднятым участниками встречи, и ответил на все их вопросы. Во встрече приняли участие представители общественных объединений На этой неделе Сорумба Диенбеков подвел итоги первого года своего президентства и ответил на вопросы журналистов. Следует отметить, что впервые за много лет пресс-конференция главы государства транслировалась в прямом эфире по телевидению и радио. Пятый президент Кыргызстана общался с журналистами около трех с половиной часов. От восьмидесятков редакции было аккредитовано более 170 местных и зарубежных корреспондентов. Из них успели задать вопросы президенту около сорока. Журналистов в основном интересовали политические темы. Ожидалось, что некоторую остроту пресс-конференции придаст недавнее интервью Алмазбека Тамбаева. Однако на все вопросы Диенбеков отвечал весьма сдержанно и без эмоций. Это дало повод некоторым считать, что пресс-конференция получилась не такой интересной, как ожидалось. Сорумбай Шарипович действительно не сообщил ничего снисационного, не сделал громких заявлений. Все неудобные вопросы в самом начале пресс-конференции задавали специально подготовленные корреспонденты про правительственных средств массовой информации. Но журналистов негосударственных СМИ это не остановило. Они повторно задавали неприятные вопросы, пытаясь получить от президента более развернутый ответ. Гарант Конституции невозмутимо комментировал обвинения в адрес своих братьев, очень влиятельных руководителя аппарата главы государства и Раима Матраимова, больше известного в народе как Раим Миллион. Президент готов принять меры в их отношении, если журналисты предоставят доказательства их вины. Эта пресс-конференция отличалась от предыдущих еще и тем, что Сорумбай Джейенбеков отвечал на все вопросы только на кыргызском языке. Задать вопросы президенту изъявили желание ни много ни мало 177 журналистов из 84 СМИ. В их числе не только отечественные, но и зарубежные. Эта встреча изначально представляла особый интерес. Ведь Сорумбай Джейенбеков впервые вышел на диалог с представителями СМИ с момента его избрания на постглавы государства. Вопросы были самые разные, но, как известно, год выдался особенно богатым на политические события. Не обошлось без вопросов о расколе в партии с ДПК, членом которой нынешний президент являлся, о бывших соперниках на выборах и большой семье Сорумбай Джейенбекова. Но начали беседу с президентом со скандальной информацией о некой черной кассе и участии в работе его предвыборного штаба некоего гражданина России Алексея Васильевецкого. Адвокат Нурбек Токтакунов. Вы знаете, что юрист Нурбек Токтакунов опубликовал в интернете копию документов о тратах во время вашей предвыборной агитации. Эти данные назвали черной кассой. Также появилась информация о некоем иностранном гражданине по фамилии Васильевецкий, о том, что он оказывал вам консультационные услуги. Что касается данных Нурбека Токтакунова и Алексея Васильевецкого, кто-нибудь его знает, кто-нибудь с ним знаком? Когда я встретился с Васильевецким, не знал, что он гражданин другой страны. Он тогда был специалистом, близким человеком Фарида Ниязова. Говорили, что он хороший специалист и советник. У меня тогда было два советника. Но они отказались с ним работать. Тогда я ответил, что в советниках не нуждаюсь, потому что с молодости работал в сельском хозяйстве. Мою программу никто не писал извне. Программа была основана на моем личном опыте. То, что 170 тысяч долларов он получил. Если он их получил, пусть придет и ответит. МВД начал расследование по этому поводу. Пусть он напишет объяснительную. Тогда и Фарид Ниязов также должен ответить, раз он был начальником предвыборного штаба. На тот момент я тогда уже сдал свою должность. Я был первым, кто это сделал. Все остальные оставались при своих должностях. Я с августа стал ездить по регионам. И когда только погиб Тимир Джумахадырович, я приехал в город. И на телевизионные дебаты приезжал. Хочу сказать, что мне жаль, например, таких хороших, простых людей, которые работали над целями партии много лет. Та же Надира Сатаулхазы. Она была бухгалтером предвыборного штаба. Я ее давно знаю. Сейчас говорят, что якобы была угроза ее жизни. 16 ноября мне исполнено 60 лет. А 11 ноября она, оказывается, выехала из страны. Я дал задание, чтобы ее разыскали. Я заинтересован в том, чтобы она была жива, здорова. Но сейчас пытаются выставить ситуацию так, что это я сделал, так, чтобы она уехала. Это провокация. Сейчас проводятся встречи с ДПК без Атамбаева. Что вы об этом скажете? У меня нет никакого отношения к этим собраниям, к этому движению без Атамбаева. Я был не рядовым членом этой партии. Я стоял у ее истоков и был ее активным членом и в 2005, 2008 и 2010 годах. В то время она была сильная, ведущая. И мне больно смотреть на нынешнее состояние ее. Причины того, почему она в нынешнем положении, нужно искать не у Джейнбекова, а в другом месте. Когда я стал президентом, я временно вышел из ее состава. Я, как глава государства, должен равно относиться ко всем партиям и сделать так, чтобы была равная конкуренция на следующих парламентских выборах. Спустя почти год журналисты напомнили, что еще на самом первом заседании Совета безопасности, на котором председательствовал Суронбай Джейнбеков, общественность с надеждой восприняла слова, сказанные новым президентом о том, что борьба с произволом со стороны судебных и правоохранительных органов будет на первом месте. И сегодня, как стало известно, оснований для возбуждения уголовных дел на Омрубека Бабанова не было. Команда с соответствующим структурам была спущена сверху. Это как раз тот случай, когда закон здесь был совсем ни при чем. Суронбай Шарипович, президент конституционный. Суронбай Шарипович, президент это гарант конституции и законности в целом. В прошлом году вы участвовали в выборах в политической борьбе, а сейчас вы беспристрастный арбитр, стоящий выше политической борьбы, лидер страны. 8 февраля на заседании Совета безопасности сказанные вами слова стали событием в политической жизни страны. Вы открыто сказали о коррупции, в том числе в следственных и судебных органах, о произволе в этой системе. Жертвами этого произвола становятся как обычные граждане, так и влиятельные персоны. Вы сейчас проводите судебную реформу. И сейчас здесь было сказано, что проблемы в следственных органах остаются. И в этой связи вопрос об Умурбеке Бабанове. Понятно, что ваше любое слово и даже ваше молчание в следственных органах могут воспринять как знак, потому что эти органы еще продолжают работать по-старому. Поэтому ваша беспристрастная позиция понятна. Тем не менее, Умурбек Бабанов был вашим главным политическим оппонентом на выборах. И это обстоятельство, хотим мы этого или нет, придает делу Бабанова особый окрас. Прошел год с того момента, как он заявил о полном уходе из политики. И он держит свое слово, не вмешивается в политику. Но самое главное, за весь этот год по делу о выступлении его на дыре экспертиза не вынесла обвинительного заключения. По делу Ханата Исаева, по которому Бабанова тоже обвинили, следствие приостановлено. В общем, пока на сегодня ничего конкретного в этом деле нет. Что вы можете сказать по этому поводу? Бабанов сам решил уйти из политики. А уголовное дело было возбуждено до того, как я стал президентом. Дело по Унадыру было возбуждено после экспертизы. И теперь будет неправильно, если я скажу закрыть или продолжить. Сейчас никто не дает указания судам, как раньше. Если даже кто-то из судей так говорит, то они, скорее всего, злоупотребляют в своих интересах, прикрывая свои решения указкой сверху. Но никто сверху судьям указания не дает. Я уточню, как идет расследование дела Бабанова. Пусть ускорят. Что касается его ухода из политики, это он сам сказал. Это его личное дело, личное решение. Я никого не считаю своим политическим оппонентом. Через пять лет я хочу сдать свои дела спокойно и быть рядовым гражданином среди народа. Это мое желание, моя цель. А политические оппоненты когда бывают? Тогда, когда, если бы я шел на следующие выборы. Но я же не иду в 2023 году на выборы. Не собираюсь, не собираюсь после 2023 года остаться и править. У меня такой вопрос. Чем ваше президентское правление могло бы отличаться от предыдущих? И в продолжение хотелось бы узнать, какое отношение будет у вас к политическим оппонентам. Умурбек Бабанов набрал ведь 600 тысяч голосов, получил определенный мандат доверия народа. По этому делу и в целом к своим политическим оппонентам, какое отношение будет с вашей стороны? Я не хочу быть похожим ни на Акаева, ни на Бакиева, ни на Атамбаева. Я буду джиенбековым. Всем политикам я хочу создать одинаковые условия к следующим парламентским выборам в 2020 году. Пусть будут избраны те, кого действительно поддерживает народ. По уголовному делу еще раз скажу, что не я его возбуждал. И по закону не имею права закрывать дело. В любом случае, отвечать будет тот орган, который возбуждал это дело. Большая семья президента не осталась без внимания журналистов. Как отметил глава государства, он просто вынужден сегодня представить всем свою семью. Разговоров, по его словам, в народе все больше. И он был уверен, что СМИ сегодня обязательно поднимут тему о его братьях. Снова стали появляться разговоры про семейную клановость. Я, когда выезжаю в регион, объясняю всем и вам расскажу. Я уже говорил, что хорошо знаю историю Кыргызстана. С 95-го года трижды был депутатом Джоурку Кенеша. Также с вами пережил две революции. Как я пойду по такой дороге? Давайте я познакомлю вас со своими братьями. Это понятно. Люди испугались моих братьев. И будет неправильно, если я не расскажу о них. Нас 11 родных. Остались только 8. Спасибо матери и отцу, что они вырастили и воспитали. Дали нам образование. Самый старший из нас – Контуро Шарипович, доктор наук. В Джалалабаде работал 24 года ректором коммерческого института. Выпустил немало докторов и кандидатов наук. Ныне покойный. Моя сестра – математик, учитель на пенсии. Еще одна сестра – медик. Работает в Бишкеке в одной из поликлиник. Не буду говорить номер поликлиники. Она тоже, как закончила вуз, работает в этой больнице. Брат Джусупек с 2007 года посол за границей. Он уже опасается, приезжать ли сюда. Далее шел еще один покойный брат. Умер в возрасте 35 лет. Потом я. Потом сестра. Она невестка в семье дипломата. Потом Асалбек. Был спикером Джоурху Кенеша. Теперь просто депутат. Еще есть сестра. Она дома занимается малым бизнесом. И самый младший брат в родном селе живет. Закончил вуз в Ташкенте. Потом приехал в село, занимается отцовским хозяйством. В отцовском доме живет и работает. Когда мы приезжаем, всегда встречает, накрывает стол. Теперь про моих куда? Да, сватов. У кыргызов отношения со сватами особенно уважительные. Когда встречаемся, говорим о детях, о делах в государстве. Вы, журналисты, очень помогаете. Средства массовой информации все проблемы поднимает. Вот я недавно упустил, что один из моих сватов был назначен в Мегаком. Вы подняли это. И пока я прочитал информацию об этом, он уже написал заявление об уходе. Сейчас, при свободе слова, вы такое не позволяете. Тема борьбы с коррупцией была одна из основных в сегодняшней беседе. И главу государства даже упрекнули в выборочном подходе в этом вопросе. В частности, речь шла о Рейнбеке Матраимове, бывшем заместителе главы таможни. О его, как говорят в народе, богатствах, полученных сомнительным путем. Суренбай и Джейнбекова открыто спрашивали, что он думает о Матраимовых и будет ли как-то реагировать на всю имеющуюся в отношении экс-таможенника информацию. По Матраимову я, наверное, остановлюсь подробнее. До того, как я стал президентом, в течение 8 лет никто не обращал такого внимания на этого человека. Он работал на должности все эти годы. Как только я стал президентом, стали говорить, что он приближенный Джейнбекова. Сейчас он судится, как я слышал, за то, что его уволили и что он выиграл суд. Теперь говорят, что я помог ему в этом. Я вот что вам скажу. Неважно, когда и какие бы выборы ни были, не только Матраимов, вся семья Матраимовых участвовала на этих выборах в Харасу, в Аше. 5 лет они работали на выборах за СДПК. Их трое, они были в списке. Их брат стал Акимом, работал на партию. И все эти годы был хорошим. Как только я стал президентом, он стал плохим. Я удивляюсь, но многое еще выйдет наружу. Впрочем, некоторых журналистов предыдущие ответы не удовлетворили. Они вновь добивались реакции президента по Реймбеку Матраимову. А заодно озвучили Сорун Пайчуенбекову любопытную информацию о том, что его брата, несмотря на его слова, считают едва ли не серым кардиналом, ведущим кадровыми вопросами. В 2017 году, согласно имуществу, которое мы нашли, эти все документы имеются у меня. Я сама их брала из госрегистра. Я не буду говорить точный адрес всех имуществ в целях конфиденциальности, но я примерно расположение буду диктовать. На его мать, на Апизу Матраимову, записанный большой особняк, спорткомплекс в городе Ош. В Бишкеке, на бульваре Иркендик, пересечении Джбиджулу, элитная квартира, площадь 250 квадратных метров. В жилом городке Аларча, два участка, два особняка, записанные на мать и на депутата Искендера Матраимова. Тогда в интервью Азатыку Искендер Матраимов не опроверг подлинности этих сведений, и он сказал, в кавычках, с Божьей помощью, у нас есть эти богатства. Недавно вы передали родителям Улана Игизбаева государственную награду, медаль Ирдык. Вы заявили, что хорошо ознакомлены с творчеством Игизбаева, с его журналистскими расследованиями, и они находятся среди тех дел, которые требуют особого внимания, вы так сказали. Покойный Игизбаев делал материал и по Раиму Миллиону, нашел и показал его несметные богатства. Почему до сих пор с вашей стороны нет какой бы то ни было реакции? Почему Матраимова не привлекут к ответственности? Ведь вы, по-моему, на заседании Совета Безопасности говорили о том, что если будет какая-то несправедливость, то вы будете вынуждены вмешиваться и в ход следствия, и в ход судов. И второй вопрос по вашим родственникам, конкретно по Аслабеку Джейнбекову. Инсайдеры сообщают, что у него появились несколько приемных по городу, и он там решает важные вопросы, в том числе государственные. Поговаривает, что он якобы стал чуть ли не теневым заводелом кадров Кыргызстана. Как вы на этот вопрос ответите? Спасибо. По Аслабеку Шариповичу давайте факты. Если вы имеете конкретные факты, где эти офисы, что за офисы, адреса. У вас много журналистов. Снимайте на видео фото. Если предоставите точные данные, что он решает какие-то кадровые вопросы или вмешивается в государственные дела, не пожалею. По Матраимову еще раз хочу сказать. Человек, который предложил вам задать этот вопрос, работал с ним 8 лет, имея в виду Фарида Ниязова. Вы обвиняете Матраимова, что он построил дома, хоромы. Так хочу отметить, что сделал он это не во время моего президентства, а ранее. Но по домам и богатству мы будем проверять. По Кыргызам в Китае. Вы знаете, что десятки тысяч Кыргызов этнических находятся там в трудовых лагерях. Вот, например, президент соседней республики, я не буду называть какой, он дал распоряжение и уже сотни, по-моему, граждан, он не граждан, а этнических казахов, выехали из Китая. Он смог их вызволить. С вашей стороны никакого заявления по этому поводу не было. Хотя ситуация там тоже не из приятных. Там очень ужасные условия и мы об этом читаем каждый раз. Очень тонкий вопрос. Тонкий вопрос. Я буду говорить, что Кыргызам в Китае. Про этнических Кыргызов в Китае мы должны очень деликатно отнестись к этому вопросу. У нас ведь говорят, лучший ближний сосед, чем дальний родственник. Здесь должно быть мастерство дипломатии. Там наши сородичи, но они граждане Китая. Но как мы можем вмешиваться в юрисдикцию другой страны? Мы по этой ситуации все равно работаем. Мы просто не все выносим на обсуждение. Мы тоже многонациональная страна. Перед тем, как критиковать другое государство, надо на себя посмотреть, чтобы взаимоотношения в будущем не испортились. Китай – быстро растущая экономика. Вторая в мире. Наши партнеры. Мы должны решить вопрос очень деликатно, не криками и драками. Я бы первым вышел, если бы такая форма общения была приемлема. Мы стратегические партнеры. Подписывали договоры о сотрудничестве. И мы на их основе ведем переговоры. Мы работаем над этим вопросом. Ответил глава государства и об итогах года регионов. Пообещал, что на этом работа по развитию сел и малых городов не остановится. Освучил свое мнение по реформе в судебных органах и силовых структурах. О внешней политике и отношениях с президентами других государств. А еще выслушал немало просьб. Журналисты, пользуясь случаем, доносили до президента конкретные беды конкретных людей. На этой неделе Джогур Кукинеш отметил свое 80-летие. Торжественная часть юбилея прошла в четверг на заседании парламента. Половине депутатов вручили медали, почетные грамоты, звания и нагрудные знаки. На следующий день состоялась научно-практическая конференция, на которой говорили об истории Кыргызского парламента, о ее роли в становлении государства и ее нынешнем состоянии и будущем. Кроме поздравлений, в адрес Джогур Кукинеша звучали и критические замечания. В частности, о том, что парламент не в полной мере пользуется своими конституционными полномочиями и все больше становится послушным и безвольным. И это происходит в стране, которая объявила на весь мир о том, что взяла курс на парламентаризм. В Советской Кыргызии Верховный Совет являлся формальным органом, узаканивавшим решения партии и правительства. В первые годы независимости парламент был сильной ветвью власти, которая действительно решала судьбу молодого государства. Но после распуска парламента, заложившего в основе современного Кыргызстана, последующие созывы Джогур Кукинеша все меньше и меньше влияли на процессы принятия государственных решений. Парламент начал превращаться в бизнес-клуб. Политический процесс подменили кулуарными сделками. В результате нынешние депутаты не в состоянии защитить даже себя, не говоря уже об интересах государства и своих избирателей. Казалось бы, куда еще хуже, но парламент скоро может вовсе превратиться в Верховный Совет времен СССР. Джогур Кукинеш теперь готов сам ограничить свои полномочия, приняв закон о Курултае, который может окончательно похоронить идею парламентаризма. Первые выборы в Верховный Совет Кыргызской ССР состоялись 24 июня 1938 года. Мандат получили 284 депутата. Через 9 лет, в 1947 году, был избран второй созыв. До 1975 года всего было избрано 9 созывов. Число депутатов в высшем органе государственной власти достигло 329 депутатов. Парламент, оставшийся в истории с приставкой «легендарный», был 12-м по счету созывом и был избран в 1990 году. Просуществовал до сентября 1994 года. На основе первой конституции независимого Кыргызстана в 1995 году избирается Джогур Кукинеш, который до 2005 года был двухпалатным. Состав обновлялся раз в 5 лет. Состоял он из 105 депутатов. После досрочного распуска третьего созыва в 2007 году депутатов впервые избирали по партийным спискам. Однако и четвертый созыв парламента не доработал до конца своего срока. Внеочередные выборы в Джогур Кукинеш прошли и в 2010-м, после апрельских событий. Пятый созыв Джогур Кукинеша состоял уже из 120 депутатов. Сегодня работает шестой созыв Джогур Кукинеша, выборы которого прошли в 2015 году. Кемел Аширалиев был депутатом двух созывов. Сейчас ему 78. Он как раз из тех нардепов, которые принимали Декларацию независимости, Конституцию, государственные символы и национальную валюту. Заседал в том самом легендарном парламенте. В те годы 49-летний Кемел Аширалиев работал сразу и депутатом, и губернатором Нарынской области. Время было такое, вспоминает Аксакал. За пять лет своей плодотворной работы лишь однажды побывал в заграничной командировке за счет государства. Некогда было разъезжать. Нужно было принимать важнейшие для страны решения. В легендарном парламенте происходили бурные споры. Мы поднимали вопрос о золоте. В результате этого скандала мы уволили премьер-министра Турсунбека Чингышева. Доходило до того, что мы не утверждали министров, которых предлагал президент. Все последующие созывы парламента не смели возражать президентам. Депутаты стали послушными. Тогда все было по-другому. Общество очень тщательно наблюдало за депутатами. Когда выходили выступать, говорили о серьезных проблемах. На мелкие вопросы не отвлекались. 350 депутатов легендарного парламента были истинной элитой народа. За свою 80-летнюю историю законодательного органа в нем сменилось 20 спикеров. Сейчас в Дюгурку-Кенеши уже 21-й по счету Турага. А первым в далеком 1938 году стал Асаналы Тулубаев. Самая долгая карьера спикерства была у Турабая Кулатова, проработавшего в этой должности 33 года. С 1945 по 1978 годы. Был и спикер, полномочия которого продлились всего один день. Это Ищенбай Кадырбеков. Запомнил Соджу-Гурку-Кенеши скандалами, связанными со своими председателями, в том числе замешанными в уголовных делах о коррупции. Кто такой вообще спикер? Это человек, несколько раз избиравшийся депутатом. Подкованный, толковый во всех отношениях политик. Вот каким должен быть спикер. В годы правления Бакиева некоторые спикеры сидели молча. Народ их просто не знал. Мы беспокоились, когда такие спикеры участвовали на международных мероприятиях. Как он там будет выступать, представлять нашу страну? Поэтому моя оценка ноль. Если бы парламенты были сильными, почему они не указывали Акаеву на его ошибки, на воровство, на семейно-клановое правление? Почему молчали про Бакиева, когда его братья и дети управляли страной? Его сын Максим создал царий, который распоряжался всеми богатствами страны. Мало кто об этом говорил. За годы независимости парламентам было принято немало законов. Менялась и конституция. Но количество принятых законов, к сожалению, не всегда говорит об их качестве. Недостатки основного закона страны привели к его многократным правкам. После апрельских событий Кыргызстан встал на путь парламентаризма. По крайней мере, согласно конституции. Усилились полномочия Джигурку-Кенеша. Однако особой пользы от появившихся у парламента возможностей государство пока не почувствовало. Народ избрал парламент в соответствии со своими понятиями. Для общества сейчас главная ценность – это деньги. Наше общество только начало просыпаться. Можно сказать, что еще не проснулось. Общество еще не созрело. Изменения на политическом поле произойдут только тогда, когда наше общество созреет. Заметно, что сегодняшний парламент больше интересует хозяйственные дела. Когда речь идет о больших делах, мы иногда отходим в сторону. И это не делает нам чести. Создается впечатление, что парламент склонился перед кем-то. Но в то же время мы отыгрываемся на правительстве. На тех членах кабинета министров, которых утверждает Джигурку-Кенеш. Но силовые структуры мы не трогаем. Многие депутаты осторожничают, боятся. По конституции на Джигурку-Кенеш возложено три основные функции. Законотворческая, контрольная и представительская. Депутаты должны своевременно реагировать на резонансные события в государстве. Давать политическую оценку, озвучивать с трибуны чаяния населения. Но много ли из парламентариев, сидя в депутатском кресле, понимают, зачем они были избраны народом? Когда надо работать над законами, становится трудно говорить перед народом слова, приносящие популярность. Законотворчество депутатам неинтересно, потому что не все депутаты умеют работать с бумагами. Это очень утомительная, рутинная работа. Нужно изучить кучу материалов, чтобы узнать, как работают такие законы в других странах. Какие результаты они дают. Нужно изучать статистические данные. Нужно думать над тем, какой эффект этот закон даст для народа. В общем, это похоже на научную работу, которая неинтересна народу. Инженер-механик по профессии Закир Шарапов уже год как получил мандат депутата. За время работы в Джугурку-Кенеши какими-то заметными инициативами не отличился. Выступает за решение ряда социальных вопросов в родном Каданчайском районе. Добился завершения начатого много лет назад строительства школы. Законопроекты еще не инициировал. В следующем году собирается вынести на обсуждение один документ. Таких в народе некоторые называют депутаты рыбы. У Закира Ишматовича на этот счет есть свое мнение. Выражение депутат рыба не несет в себе смысла. Человек ведь отличается от рыбы. Зачем выступать по каждому вопросу, понимая или не понимая его суть? Не хочу выглядеть популистным перед народом. Некоторые, не понимая вопроса, говорят вокруг да около. Выступают, чтобы показать себя людям. Не всех их 120 депутатов, Джугурку-Кенеша, знают избиратели. Есть, конечно, и те, которые решают проблемы граждан, пишут полезные законы, делают серьезные политические заявления и пользуются популярностью за свою стойкую позицию. Однако есть и такие, которые лишь изредка появляются на заседаниях и голосуют не всегда, понимая суть вынесенного на рассмотрение вопроса. Трудно давать оценку депутатам, которые не выражают свое мнение, молчат. Неизвестно, что они думают по тому или иному вопросу. Может, он все знает и понимает и просто молчит. Состав нынешнего созыва Джугурку-Кенеша весьма разнообразный в профессиональном плане. Чаще всего среди депутатов встречаются юристы, порядка 40 человек, 11 инженеров-механиков, 8 финансистов и даже 6 ветеринаров-зоотехников. Учителей и врачей по образованию в списке парламентских выходцев из народа можно пересчитать по пальцам. Зато есть два профессиональных актера. В целом Джугурку-Кенеш больше ругают, чем хвалят. Сами же депутаты считают, что быть избранником народа – миссия нелегкая. При этом добавляют, что должность у них весьма почетная. Дожить до этого возраста, обеспечить свою семью, своих близких, а потом начать служить народу – это приносит почет и уважение со стороны земляков и современников. 80-летие законодательного органа государственной власти отметили на этой неделе и в самом Джугурку-Кенеше. В стенах парламента, ратующие за запрет тоев и сокращение расходов на празднества народные избранники, отпраздновали юбилей сравнительно скромно. Лошадь по случаю юбилейной даты забивать не стали. Ограничились проведением научно-практических конференций, показом документальных фильмов, а также под дружные аплодисменты раздали памятные знаки, ордена, медали и почетные грамоты. У ряда депутатов теперь и новые именные часы. Некоторые получили знак отличника Государственной службы Кыргызской республики. Алексей Немашкал, Элизатор Кентур, Ирлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Далее смотрите очередной выпуск проекта Джамалбека Джумаева «Мир удивляет».